Здравствуйте! Итоги дня подведем в программе «Вовремя». С вами Татьяна Крачун и вот некоторые главные темы. Вместо одного года три в Приднестровье хотят увеличить срок действия патентов для индивидуальных предпринимателей. Какие еще изменения? Для иностранных граждан ПМР-пенсионный возраст могут повысить. Почему возникла такая инициатива? Как бороться с нависшей опасностью? Бендеры решают проблему наледи на крышах. И помочь ребенку, годовалому Вите Дероновому, нужна дорогостоящая операция. В Приднестровье планируют упростить процедуру продления патентов для индивидуальных предпринимателей, а также увеличить срок их действия с одного года до трех лет. Соответствующие проекты закона поддержали на заседании правительства. Это реальная мера поддержки малого бизнеса, говорят в правительстве. Сейчас в республике более 20 тысяч индивидуальных предпринимателей. Каждый для осуществления коммерческой деятельности должен иметь патент. Эта процедура занимает достаточно много времени и сил. Предложено ее значительно упростить. Предлагается возможность продления действия патента на срок до трех лет, без обращения в налоговые органы. За исключением патентов на выходные и праздничные дни, если они берутся, и на ведение крестьянского фермерского хозяйства. Проблема процедуры выдачи и продления патента недавно обсуждалась на встрече президента и представителей правительства с предпринимателями. На ней были озвучены различные предложения. Многие из них вошли в разработанный проект распоряжения. Индивидуальному предпринимателю, получившему патент до начала осуществления деятельности, в последующие месяцы, для продления действия патента, достаточно лишь своевременно вносить плату за патент. То есть обращение заявлений, обращение в налоговые органы дополнительно не требуется. На данный момент, если предприниматель не своевременно внес плату за патент, он должен приобрести новый. Для этого требуется собирать все необходимые документы, чтобы подавать в налоговые органы. Изменения планируются и в этом направлении. Настоящим законопроектом предлагается возможность рассмотрения территориальной налоговой инспекции, выдавшей патент. Вопрос о продлении срока действия патента по истечении срока внесения оплаты за патент. В случае, если в течение первых семи календарных дней месяца, следующего заранее оплаченным месяцем, осуществлена оплата патента за текущий месяц в размере не менее установленной месячной платы. Данные нововведения поддерживают Министерство экономического развития, так как большинство обращений, поступающих в органы государственной власти, затрагивают именно проблематику индивидуальных патентов предпринимателей. Действительно, этот законопроект актуален, потому что очень многие предприниматели на сегодняшний день при отсутствии возможности территориальной налоговой инспекции продлевать патент, готовят достаточно большой объем документов, повторяясь, то есть исходя из тех документов, которые были первоначально поданы в налоговую инспекцию при выдаче патента. Конечно, кто бывал в конце года в налоговых инспекциях, там столпотворение такое происходит. Просто физически даже помещения не выдерживают такой нагрузки, сколько туда людей. И в итоге получается, что первый месяц выпадает. Люди по серой схеме работают зачастую, просто лишь потому, что не было у них возможности. Все предложенные изменения в процедуру выдачи и продления индивидуальных патентов в правительстве поддержали единогласно. Теперь соответствующий законопроект будет отправлен на рассмотрение Верховного Совета. В Приднестровье с 2010 по 2014 годы численность патентщиков увеличилась почти в два раза, до 22 тысяч человек. И отчисление в бюджет стало больше. Но тем не менее, доля малого предпринимательства в ВВП не превышает 9%. Это немного. Например, в России в два с лишним раза больше. Об этом сообщил председатель Комитета Верховного Совета по малому бизнесу. В Приднестровье индивидуальные предприниматели по-прежнему работают в основном в торговле. Поэтому ее проблемы больше всего обсуждались в Верховном Совете. Когда я это в Одессе или в Кишиневе могу купить гораздо дешевле. Ну, логика простая. Я, конечно, не буду покупать в Тирасполе. Первая проблема, с которой сталкиваются сегодня все предприниматели, независимо от своего рода деятельности, это проблема в Украине и в Молдове. Девальвация национальной валюты и население просто панически с Приднестровья вывозит всю имеющуюся валюту, вывозит для скупки товаров за рубежом. Неважно, нужны эти товары, не нужны, вопрос один. Там дешево. Мы получаем недостаток платежей в наш бюджет, мы получаем снижение товарооборота здесь. Как снизить цены и вернуть покупателей? Среди предложений организовать централизованную закупку товаров за границей, уменьшить арендную плату и стоимость патента. Для общего улучшения ситуации в экономике, говорили предприниматели, важно развивать те сферы бизнеса, которые обеспечивают поступление валюты и налаживают производство внутри республики. Основные меры касались улучшения условий работы индивидуальных предпринимателей. Например, если на одном рабочем месте, сменяя друг друга, работает два человека, можно оформлять не два патента, а один. Или разрешить патенщику нанимать работников. А сейчас получается, что рабочее место одно, но платить за работу на нем приходится дважды. Помощнику необходимо брать патент по товарищескому договору. Эти патенты на сегодняшний день стоят 870 рублей. Если бы можно было нанимать на один патент, пусть он будет немножко дороже, стоит там на 100, на 150 рублей дороже стоил бы, и я бы мог нанять работника себе. Вот в чем вопрос. А это салон красоты. Половина его мастеров – это жители Тирасполя, вторая половина – из Слободзейского района и Бендер. Тираспольчане должны оформлять городской патент за 540 рублей, а мастера из других регионов – более дорогой, республиканский, в полтора раза дороже. Такое разделение мастеров на столичных и нестоличных несправедливо, ведь они выполняют одну и ту же работу, говорят предприниматели. Есть много иногородних мастеров, которые живут в Каргашеве, в Слободзее, на Ближнем Хуторе, в Бендерах. Им нужно добраться и туда, и обратно, а патент у них, простите, сегодня на порядок выше. Если только в одном салоне красоты он работает, пожалуйста, цена патента должна быть как и городская. Это наша большая просьба, она уже очень много лет. Эту проблему ранее пытались решить, говорит председатель комитета по малому бизнесу. Но если все работающие в Тирасполе будут оформлять тираспольский патент, в убытке окажутся бюджеты других городов и районов. Тем не менее, вопрос зафиксирован. Его попытаются разрешить, так же, как и другие, озвученные на слушаниях, отметил руководитель комитета. Степан Бугаев, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский. Пенсионный возраст для иностранных граждан, которые переезжают в Приднестровье, предложено увеличить. Эту инициативу рассмотрели на заседании правительства. Мера вызвана тем, что в республике критическое соотношение работающих граждан к пенсионерам. В Приднестровье женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Например, в соседней Молдове мужчины начинают получать пенсию в 62 года, а женщины – в 60 лет. Пенсионное законодательство Украины устанавливает в одинаковой степени для мужчин и женщин пенсионный возраст в 60 лет. Пенсионный возраст граждан сопредельных государств с нашей республикой выше пенсионного возраста, который установлен на территории нашей республики. Это нередко провоцирует случаи прописки переезда на постоянное место жительства в нашу республику с целью приобретения права выхода на пенсию по законодательству Приднестровской Молдавской Республики. Фактически эти люди никогда не работали на территории Приднестровья и не участвовали в системе государственного пенсионного страхования, отметили на заседании правительства. Очень много желающих прописаться у нас, получать нашу пенсию. Получается, что человек у нас не работал, не создавал наши материальные ценности. И сегодня он перепрописался, и мы вынуждены вот такому, по сути, иностранцу платить пенсию. Поэтому Министерство по социальной защите и труду решило внести изменения в закон о государственном пенсионном обеспечении. Предложено увеличить пенсионный возраст для иностранных граждан, которые переезжают в нашу страну. Пенсия по основаниям, установленным законом, будет устанавливаться по следующим критериям. Первый критерий – при условии проживания иностранного гражданина на территории нашей республики, при условии работы непосредственно перед назначением пенсии на территории нашей республики не менее трех лет перед назначением пенсии, и при условии достижения возраста на пенсию, предусмотренного законодательством государства, принадлежность гражданству которого удостоверяет гражданин. Сегодня в Приднестровье более 120 тысяч человек являются трудовыми пенсионерами. Из них 94 тысячи – это люди, вышедшие на пенсию по возрасту. В то же время в реальном секторе экономики работают порядка 48 тысяч человек. Таким образом, создается критическое соотношение, когда на одного работающего приходится три пенсионера. Это мнение правительства, что мы не в состоянии сегодня, в ущерб своим гражданам, проводить выплаты еще соседям. Предложенные дополнения в закон о государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР поддержали на заседании правительства. Следующий этап – рассмотрение данной законодательной инициативы депутатами Верховного Совета. Анастасия Чернетинская, Александр Логутин, Егор Бекерский, Первый Приднестровский. Правительство утвердило концепцию системы теплоснабжения. Она включает целый комплекс мер для улучшения подачи тепла в дома приднестровцев. Сейчас средний возраст теплосетей превышает 30 лет, а изношенность основного оборудования достигает 85%. Отрасли требуется существенная модернизация. Это и замена теплотрасс с применением новых энергосберегающих материалов. Это модернизация котельного оборудования с применением энергоэффективного оборудования, который позволяет экономить природный газ, позволяет экономить электрическую энергию и воду при выработке и транспортировке тепловой энергии к нашим потребителям. Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни Виктор Постойкин. Талантливый художник, он посвятил всю свою жизнь искусству. Именно благодаря ему в 1993 году на базе Бендерского теоретического лицея появился художественный факультет. Сегодня это филиал Приднестровского государственного института искусств. Все годы неизменным руководителем училища оставался Виктор Постойкин. Под его началом воспитаны десятки живописцев, реставраторов, скульпторов, дизайнеров. Имена многих из них известны далеко за пределами республики, как и имя самого Виктора Ивановича. Его работы находятся в фондах Республиканской картинной галереи имени Лосева, в частных коллекциях Италии, Германии, США, Израиля, опубликованы в каталогах и альбомах. Для своих студентов и коллег художник навсегда останется прежде всего добрым учителем, полным идей и планов. Прощание с Виктором Постойкиным пройдет 23 января в Преображенском соборе в Бендерах. К другим новостям очередного заседания Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков оценил как продуктивное, так как все вопросы, касающиеся ротации миротворческих сил, не вызвали вопросов ни у одной из сторон. Также утвердили старшего воинского начальника от Российской Федерации. Им стал Андрей Жадин. Мы сегодня утвердили военного коменданта города Дубасары. Мы сегодня утвердили военных наблюдателей от Республики Молдова. То есть мы еще раз говорим, что рабочий механизм Объединенной контрольной комиссии работает в полном объеме. На заседании был представлен доклад о ситуации в зоне безопасности. За минувшую неделю она находится под контролем совместных миротворческих сил. Узаконить свои права на домовладение стало проще, дешевле еще 9 лет назад. В 2007 появился закон об упрощенной регистрации. Но трудности существуют до сих пор. Какие и почему, выясняла Татьяна Лилица. Согласно закону, инициатором которого выступил Евгений Шевчук, с 2007 года право на домовладение должно оформляться в упрощенном порядке. Для этого желающий должен обратиться в сельскую администрацию с заявлением и необходимыми документами. Должен быть представлен план земельного участка и план домовладения, расположенного на этом участке. План земельного участка составляется сельским землеустроителем, а план строения составляется самим заявителем. Правильность составления этого плана проверяется чаще всего тем же землеустроителем, либо иным лицом, который уполномочен местных органов. Кроме того, нужно предоставить письмо, в котором гражданин гарантирует, что дом не заложен и не является объектом спора, а также документ, удостоверяющий личность. Дальше оформлением, согласно закону, должна заниматься местная администрация. Процедура в данном законе упрощена до максимума, скажем так. Она направлена на то, чтобы заинтересованные лица, а как мы говорили, это в первую очередь люди пожилого возраста, как можно меньше совершали поездок в районы. Им из их сельских населенных пунктов тяжело добираться. По словам начальника госслужбы регистрации нотариата, только в 2015 году в упрощенном порядке техпаспорта на дом получили 660 человек. Однако, как показывает практика, закон работает не везде. Например, с трудностями при оформлении документов столкнулась жительница села Малаешты. Анна Мирюца решила сделать техпаспорт, чтобы впоследствии оставить дом сыну. Вся процедура заняла около полугода. Женщина сама несколько раз ездила в Григориополь, чтобы в разных инстанциях получить нужные справки. Надо в БТИ привезти, отвезти, чтобы тебе все обмерили. Это ждешь, может, месяц, пока тебе придет очередь. Потом вызывает, идешь, потом в нотариус. В нотариусе снова тебе в БТИ, потом в регистратуру. Очень трудно, очень много времени пропадает. Анна Мирюца сделала техпаспорт пять лет назад. Тогда закон об упрощенном порядке регистрации прав на домовладение уже действовал. Однако, женщина оформляла документы по старой, более сложной для нее схеме, как и другие жители села Малаешты. Это только БТИ у нас делает. Наш землеустроитель ни у кого не был и никакие схемы участков домовладения не делал. Потому что мы не уполномочены на сегодняшний день это делать. Не знаю, по закону это, не по закону, но мы этим не занимались по сегодняшний день. С проблемой регистрации прав на домовладение в сельской местности граждане нередко обращаются к президенту. На одном из совещаний с министром юстиции Евгений Шевчук поручил изучить эффективность работы закона от 2007 года. В срок до 1 февраля разработать или временное, или постоянное решение правительства принесло в санитарской республике об упрощении регистрации прав на домовладение не только в населенных пунктах, но и в городах по всей территории республики. В министерстве юстиции сегодня выясняют, почему упрощенная схема регистрации домовладений работает не во всех населенных пунктах республики. Специалисты анализируют и другие проблемы, возникающие при оформлении документов. Первый фактор, который является определяющим, это отсутствие во всех населенных пунктах, сельских населенных пунктах нашей республики специалистов-землеустроителей, которые могли бы квалифицированно и в максимально сжатые сроки составить планы земельных участков и, соответственно, оказать содействие в составлении планов тех домовладений и тех строений, право на которых предполагается зарегистрировать жителями сельских населенных пунктов. По словам Ольги Зварыч, задача по обеспечению сел и поселков квалифицированными землеустроителями сегодня решается главами госадминистрации городов и районов. Совместную работу по устранению этой и других причин, затрудняющих реализацию закона, планируют активизировать в ближайшее время. В Каменском районе в президентскую программу «Приоритет» были включены 6 школ, 2 сельских врачебных амбулаторий и дома культуры в селах Подойма и Хрустовая. Комплексы школы, детский сад, сел Рашково и Подойма стали последними объектами данной программы. Школа села Подойма была построена более 40 лет назад. В 2013 году благодаря помощи Российской Федерации часть первого этажа была переоборудована в поддетский сад. На следующий год за счет внебюджетных средств был произведен капитальный ремонт первого и второго этажей. А уже в текущем году по программе «Приоритет» заменены окна на третьем этаже, в актовом и спортивном залах, мастерских и галереях. Окна в спортзале, высота их достигает до трех метров. Заклеивание окон – это очень был сложный процесс. Лестницы, специальная лента. Сейчас, после замены, стало гораздо теплее, светлее и удобно и детям, и учителю провести на должном уровне урок. Кроме окон, в школе были заменены и входные двери. Сейчас в полном разгаре отделочные работы по восстановлению откосов. Параллельно ведется монтаж оконных отливов. В пределах недели мы установили в районе 100 окон. Самые тяжелые окна были в спортзале и в столовой, потому что высота, леса. Было проведено очень много работ высотных. На данном этапе у нас остались финишные работы, как отделка откосов. На протяжении полторы-две недели, я думаю, что мы будем вызывать уже объект. Аналогичные работы ведутся и в школе села Рашково. Здесь, как и в Подоме, за счет небюджетных средств был выполнен капитальный ремонт двух этажей. В президентскую программу включена замена 67 оставшихся окон и трех входных дверей. Наихудшем состоянии были окна в спортивном и актовом залах. Более 10 лет в актовом зале, в особенности в суровые зимы, температура опускалась до плюс 12, плюс 13 градусов. Несмотря на то, что работы по установке окон еще не завершены, уже сегодня мы ощущаем повышение температуры на градусов 5-6. На ремонте откосов заняты две бригады строителей. За день один человек успевает восстановить откосы на трех-четырех окнах. В актовом и спортивном залах работы уже завершены. После обе бригады перейдут в галерею. Возле окон встречаются большие пустоты и мы решили их заклеивать гипсокартоном. С гипсокартоном оно быстрее, легче и ровнее. Изначально клеим гипсокартон, потом шпаклюем стартовой шпаклевкой. Оно высыхает на следующий день. Шкурим финишной и все под покраску у нас получается. А если бы мы работали цементным раствором, то тут слои большие и мы бы не так быстро делали. После замены окон в спортзале стало гораздо больше и теплее. Мы теперь не боимся, что можем перехладиться. Мы можем с легкостью одеть майки, шорты и заниматься на уроке. Также появилась возможность открыть окна на проветривании. Завершить отделочные работы в обеих школах планируют к концу января. Ольга Зимаченко, Валентина Анастасичина, Юрий Занечковский, Первый Приднестровский телеканал. В Министерстве просвещения на аттестационной комиссии рассмотрели документы на присвоение высших квалификационных категорий педагогам общего дополнительного и профессионального образования. Получить эту категорию можно при наличии достижений на республиканском уровне. Одобрили ли сегодня заявки, расскажет наш корреспондент. Преподаватели математики, физического воспитания, информатики и хореографии на рассмотрение аттестационной комиссии 9 заявок на высшую квалификационную категорию. Если говорить о результатах работы Анны Максимовны, как руководителя хореографического кружка «Обыкновенное чудо» на базе гимназии номер 1, то это 10-11 год. Это участие в гранте «Учитель русского мира». Ее коллектив занял первое место на международном чемпионате Федерации современного эстрадного танца в Молдове в 2011-2012 году. В 2012-2013 году третье место на международном фестивале в городе Сазополь, Болгария. А ее воспитанница Анастасия Ликульча заняла второе место на израильском телевизионном проекте «Танцуют все». Подготовка к заседанию проводится заранее. Комиссия знакомится с личными делами и достижениями преподавателей. Среди основных требований для получения высшей категории – наличие результатов в сфере образования на республиканском уровне. Педагоги высшей категории – это авторы учебников, разработчики программ, участвующие в повышении квалификации. Самое главное – оценивается результативность работы данного педагога, его профессиональная компетентность, его методы работы, его технологии работы. То есть, есть ли у этого педагога наработки, печатные издания, участвует ли он в научно-практических, в республиканских, международных конкурсах, педагогических чтениях. Это очень большой перечень мероприятий. Подача документов на квалификационную категорию – это очередной этап развития педагогического работника. Так появляется возможность поделиться накопившимся опытом и, что не менее, важно самосовершенствоваться. Если ты не двигаешься дальше и не учишься сам, ты уже не в состоянии научить кого-либо. А наша задача – создать таких будущих наших детей, такое будущее Приднестровской Молдавской Республики, которые бы достойно продолжали наше дело и могли бы чего-либо добиться, совершенствуя себя в свою очередь и совершенствуя мир вокруг себя. По статистике, в Приднестровье более 60% преподавательского состава квалифицированные специалисты. Ежемесячно аттестационная комиссия рассматривает до 45 заявлений. Квалификационные категории имеют свои сроки и действия. Учителя, педагоги и руководители в сфере образования подтверждают их каждые пять лет. Достаточно сложная система, но это единственно отработанный механизм, который обеспечивает и развитие педагога через его воспитанников, и развитие всей республиканской системы в целом. Поэтому механизм присвоения педагогам высшей, первой, второй квалификационной категории – это механизм развития методической грамотности учителя, которая является залогом качества образования в Приднестровье вообще. Спорных аттестационных дел на сегодняшней комиссии не было. Педагогам присвоена высшая квалификационная категория. Анастасия Хантель, Александр Тыш, Первый Приднестровский телеканал. Первое в этом году заседание Центральной избирательной комиссии посвятили текущим рабочим вопросам. Также был представлен отчет о расходах на единый день голосования и была озвучена информация о численности избирателей. Члены комиссии предложили внести изменения в избирательный кодекс. О чем речь знает Андрей Малеванный. 10 апреля в Приднестровье пройдут повторные выборы по 12 округам. По данным Центра избиркома, на 1 января 2016 года численность избирателей в Приднестровье составляет 424 406 человек. Ведется работа по уточнению списков избирателей. Сегодня ЦИК утвердил отчет о расходах на проведение единого дня голосования. Прошедшие выборы обошлись бюджету в 7 миллионов рублей. Экономия составила 1 167 887 рублей или же 20%. Экономия социальной расходы на выплату освобожденным членам избирательной комиссии 68,8%. Вознаграждение за работу выходные 23,7%. Также сегодня члены ЦИК обсудили поправки в избирательный кодекс. Они были выработаны на основе поступивших жалоб и замечаний от избирателей, кандидатов и международных наблюдателей. В частности, предлагается расширить основания для досрочного голосования, установить пятилетний срок работы участковых избирательных комиссий, упростить порядок составления протоколов об итогах сбора подписей. Предложение, которое мы сформировали, мы направляем в адрес Верховного Совета с тем, чтобы кто-либо из субъектов законодательной инициативы внес их в качестве законопроекта. И рассчитываем на то, что они будут приняты до окончания весенне-летней сессии. По утверждению председателя ЦИК, все поправки носят прикладной характер и не затрагивают концепцию избирательного законодательства. В Бендерах предпринимаются меры по борьбе с наледью на крышах. Этот вопрос обсудили в госадминистрации. По его итогам даны поручения коммунальным службам и не только. Как именно будут устранять нависшую опасность? Подробности в сюжете. Мороз и солнце и, как следствие, новая зимняя беда. Сосульки образовались на крышах домов. Снежные шапки угрожающе свисают с козырьков. Эту проблему обсудили на оперативном совещании по ликвидации последствий снегопадов. Глава Бендер отмечает важность расчистки крыш домов от сосулек и наледей. Те погодные условия, которые сформировались на сегодняшний день, не очень благоприятно способствуют образованию наледей на крышах сосулек, шапок снежных, которые нависают над пешеходными дорожками, над подъездами и могут при обрушении доставить массу хлопот, в том числе и нанести очень серьезные травмы пешеходам. Поэтому совещание, которое состоялось, было посвящено этой проблеме. Были отданы необходимые распоряжения для того, чтобы начать мероприятия по борьбе с этими явлениями. Персональное ответствие за очистку крыш от наледи несет руководитель ЖУК города Бендеры, а также балансы содержателей зданий. Николай Глиго поручил ежедневно проводить осмотр и в случае выявления опасных мест ограждать их предупредительной лентой и надписями об опасности. Управляющей компанией создана специальная бригада, которая будет убирать с крыш сосульки и шапки снега. Мы будем сбивать их, то есть, если необходимо, будем привлекать технику специализированную. У нас введение, такая техника имеется. Все необходимое оборудование и персонал для ликвидации, но на данных последствиях управляющая компания имеется. К работе приступили еще вчера. Коммунальщики при помощи лопат и молотков сбивали с крыши грозди сосулек. Жителей домов об этом предупредили заранее. Пока таких опасных мест в городе немного, но мониторинг продолжается. Сообщить о ледяной грозе могут и сами горожане. Каждое утро мастера ТЭС у нас обследуют все дома наши. И еще приходят, если заявки есть в диспетчерскую от жильцовства. В данный момент мы объехали с утра все дома. Практически у нас сейчас сосулек нету, только один единственный адрес, который мы обнаружили. И так мы сейчас будем каждое утро обследовать и будем принимать меры. В ближайшую неделю, пока будут держаться морозы и не предвидятся перепады температур, сосульки падать не должны. Тем не менее, жители города предупреждают о возможной опасности. Нужно быть особенно внимательными при выходе из подъездов. Не стоит проходить близко к стенам домов, торговых комплексов. А автовладельцев нужно позаботиться о безопасной стоянке для своих автомобилей. Елена Зьяченко, Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Евгений Никонов. Первый Приднестровский телеканал. К годовалому Вите Дерновому срочно нужна помощь. После появления на свет врачи поставили малышу страшный диагноз – отрезия желчевыводящих путей. Спасти жизнь ребенка может дорогостоящая операция по пересадке печени. Стоимость лечения – 60 тысяч долларов. Сумма для семьи неподъемная, поэтому родители надеются на помощь неравнодушных к их беде преднестровцев. В семье Дерновых появление на свет малыша ждали 11 лет. Когда родился Витя, счастье родителей было безграничным. Но сразу после рождения малыш стал сильно болеть. Пройдя многочисленные обследования, врачи определили – у мальчика отрезия желчевыводящих путей. Чтобы сделать дорогостоящую операцию в Израиле, родители продали все, что было возможно. Деньгами помогли родные и близкие. Нас обследовали неделю, дали специальные лекарства, специальное питание нам выписали, чтобы ребенок жил все это время, питался, жил. Два месяца и 16 дней нам спасли ребенка. 16 марта его прооперировали. Ребенок пошел на улучшение. В принципе, сразу было видно, что ребенку легче, лучше. Но нам нужно было ездить каждые три месяца на обследование туда. У нас, конечно, этих денег не было. Спустя 10 месяцев после лечения банальная простуда спровоцировала тяжелейшее осложнение. Спасти жизнь Витя способна операция по пересадке печени, которую готовы сделать в Москве. Стоимость необходимого лечения превышает сумму в 60 тысяч долларов. Я настолько люблю его, что я не знаю, что делать. А сейчас просто таких денег у нас нет. Это тогда мы могли что-то продать. Сейчас мы живем с мамой в одной комнате, мы в другой мамой. Продать у нас такого особо нечего уже. Мы не знаем, мы просим о помощи. Может, у кого-то есть возможность. Мы рады каждой копеечке. Все неравнодушные к судьбе Вити Дернового могут перечислить средства на рублевый счет в Приднестровском Сбербанке. Его номер вы видите на своих экранах. 222-138-30-750-36-55. Надежда спасти малыша есть, если каждый из нас не останется равнодушным к его судьбе. Ведь он Виктор, а значит победитель. И болезнь мальчику удастся преодолеть. Ирина Полесико, Екатерина Чеботарь, Евгений Никонов. Первый Приднестровский. Это были главные новости. Все материалы вы можете найти на сайте нашего телеканала. И прямо сейчас о погоде на завтра. 22 января в Москве снег. Температура воздуха ночью и днем минус 11. В Киеве небольшой снег. Ночью минус 10, днем минус 8 градусов. В Кишиневе пасмурно. Ночью минус 9, днем минус 4. В нашей республике гидрометцентр обещает переменную облачность без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Днем порывы по 12. Атмосферное давление повышенное. Температура воздуха по северу республики ночью минус 12, минус 14 градусов. Днем 5-7 ниже нуля. В столице ночью от 13 до 15, со знаком минус. Днем минус 6, минус 8. В последующие сутки тоже без осадков, но станет немного холоднее. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов бытовой техники «Хай-Тек». На сегодня это все. Развитие событий уже завтра, как всегда, вовремя. Хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok